Сегодня, 8 марта, в день борьбы женщин за свои права, в Москве задержаны женщины за попытку повесить баннер, который как раз об их правах. В общем-то, на этом можно было бы поставить и точку, но мы немного поразмышляем над извращенным сознанием. В России забыли, что 8 марта 1908 года впервые прошли митинги с лозунгами о равноправии женщин. Именно это и стало поводом для праздника – борьба за права женщин. Роза и Клара предложили проводить в этот день митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. Они вовсе не задумывали из этого дня устраивать шоу, состоящее в дарении букетов цветов женщинам. Речь шла именно о митингах за права женщин и возможность свободно выражать свои чаяния. И вот несколько женщин, кстати, единственные в многомиллионной России, вышедшие именно с этим, арестованы. Они отмечают этот праздник не с цветами, а в ОВД Китай-города. В России еще раз победило безрассудство. Разве этот акт не является демонстрацией раздвоенного сознания или, проще говоря, всенародной шизофренией? Все перевернуто с ног на голову. Каша в голове. Отсутствие элементарных знаний. В школе не учат детей истории происхождения праздников. Феминизм для россиян – это не отстаивание равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин, а ругательство, впрочем, как и либерализм. Если кого и стоит поздравить с днем 8 марта, с днем борьбы женщин за свои права, так именно этих сидящих сейчас в кутузке. Вот их имена. Активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина. И журналистки «Новой газеты» Елена Костюченко и Анна Артемьева. Дождь передает, что кроме баннера «200 лет мужчины у власти долой», участники акции принесли плакаты «Нас большинство!» «Женщину в президенты!» Сколько всего активистов пришло к Кремлю, не сообщается. Поздравил женщин и В. Путин. В своей речи, прозвучавшей по российскому ТВ, есть такие слова. «Женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом». Прозвучало несколько зловеще. Для феминисток, сидящих в ОВД, однозначно. Их там здорово поддержат «настоящие» мужчины. И объяснят, что 8 марта – это не день борьбы женщин за свои права, а праздник тетки-домохозяйки, которая не с плакатами выходить должна, а сидеть дома, готовить борщ в ожидании мужа с тюльпанами. Кстати, о тюльпанах. 8 марта, в преддверии женского дня, на Первом канале в новостях показали такой репортаж. Цветочный магазин, репортер подходит к продавщице. Та показывает огромный букет желтых тюльпанов. «Какие великолепные!» – искренне восторгается репортер. «Да, это же голландские!» – гордо выпаливает продавщица, не задумавших. И тут же спотыкается и начинает заикаться. «Это голландские луковицы, но выращенные в Белоруссии!» – уверенно заканчивает она. Белыми нитками шитая ложь. Даже вырезать не в подсказанное не стали. Править заминку и переснимать сюжетик не подумали. Можно было бы и отрепетировать. Ан нет и так сойдет. Мало кто обратит внимание, что это только лишь луковицы голландские, а тюльпаны вообще-то белорусские. Там теперь и устрицы плавают, и ананасы растут. Поражает вот что. Вышли пять женщин. Всего пять женщин на многомиллионную Москву. Видимо, у российских женщин нет никаких проблем. Видимо, они полностью довольны своей жизнью. Сегодня по всей Европе, в том числе и США, проходит огромное количество массовых протестов. Женщины так или иначе привлекают внимание к своим проблемам. Сегодня они говорят о судьбе женщин на Ближнем Востоке и о печальных судьбах женщин в Африке и в Азии. Еще до сих пор в нашем мире существуют страны, где у женщины очень незавидная судьба. Там не выходят с плакатами, там не требуют никаких прав, потому что там рождаются с мыслью, что у них вообще нет никаких прав. Женщина – это предмет быта, и на этом точка. Лично я живу в стране, где руководит женщина, канцлерин, которую я весьма уважаю. Я смотрю на то, что она делает, и понимаю, что то, что она делает, это правильно. Я вижу, что страна, в которой она руководит, процветает. Да, она совершает ошибки, да, она не все делает идеально, но времена ангелы Меркель для Германии – это не самые худшие времена. Я наблюдаю за действиями другой женщины в соседней стране – Терезой Мэй. Кто-нибудь когда-нибудь наблюдал, как легко в парламенте Тереза Мэй расправляется со своими политическими оппонентами? Необыкновенно эрудированная, умная женщина, имеющая такт и понимающая, что она делает. А если мы обернемся в историю России, то, окажется, одни из самых лучших времен были во времена правления Екатерины и Елизаветы. Давайте же, в конце концов, признаем этот факт, что женщины могут руководить странами точно так же, как они могут управлять своими домами. Как бы мы не отрицали этот факт, но в каждой семье руководит так или иначе женщина. У нее другая власть, более мягкая, но только там, где в семье живет мудрая женщина, на самом деле создается покой, благополучие и счастье для всех членов семьи. Буквально несколько месяцев тому назад, после очередного скандального выступления Трампа, в Америке прошли многомиллионные митинги. Как вы думаете, могли бы они состояться, если бы протестующих женщин не поддержали их мужчины. Они вышли рядом со своими подругами, одели на себя эти странные шапки и протестовали вместе с ними. Они показывали, что они понимают, о чем женщины говорят, и они готовы их услышать. Лично я уверен, что общество будущего – это общество свободных, равноправных мужчин и женщин, когда каждый из них развивается в свою силу и обогащает друг друга. Другого быть просто не может, и рано или поздно это будет на всей территории этой планеты. Лично я не хотел бы видеть рядом с собой женщину, которая идет с мешком на голове и с прорезью для глаз. Возможно, потому что я воспитан в другой культуре, я никогда этого не пойму. Далеко не все верят в Творца, но все-таки если предположить, что когда-то был создан первый мужчина и первая женщина, значит, изначально они были равны. Женщина прекрасна сама по себе. Ее не нужно скрывать. И лучше всего не указывать ей место, чтобы она могла раскрыться и стать такой, какая она есть. Я думаю, что мы живем в лучшем мире. Эти 200 лет, когда женщины равноправны, по крайней мере, в Европе нам, мужчинам, они обогатили все области жизни. В том числе есть нобелевские лауреаты. Их пока еще очень мало. Ну, понятное дело, всего лишь 200 лет, как женщина вообще получила право на образование. Давайте поживем и посмотрим, что будет дальше. Но лучше всего не воевать с женщиной, а попытаться сотрудничать с ней, потому что нам они крайне необходимы, потому что они очень важная часть нашей жизни, потому что все самое лучшее происходит от женщин, в том числе и мы, мужчины. Субтитры создавал DimaTorzok